Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких видеороликов на тему, куда смотреть при покупке того или иного автомобиля БУ. И сегодня герой нашего ролика автомобиль, чье название давным-давно стало синонимом надежности, Toyota Corolla 10-го поколения. Corolla в кузове Е150 встала на конвейер в далеком 2006 году. Автомобиль был очень популярен, разошелся огромным тиражом, выпускаться он продолжал до августа 2013 года, когда его сменило следующее поколение Corolla. На вторичке представлен в большом количестве и, как уже было сказано, завоевал себе славу автомобиля, который не ломается. Действительно, надежность Corolla на высоте, но есть некоторые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе поддержанной Corolla. Вот о них сегодня и поговорим. Что касается кузова, насколько качественно он окрашен и ржавеет ли. Слой окрасы у Corolla стандартный, для Toyota порядка 100-120 микрон. ЛКП достаточно мягкая, то есть скольчики, царапины появляются быстро. Но если хозяин следил за чистотой и своевременно эти сколы подкрашивал, подтыкивал, то ржавчины на этой машине вы не увидите долгое время. Естественно, нужно обращать внимание на стандартные для любых автомобилей места. Это кромки дверей, колесные арки. Но если говорить о сохранности от ржавчины внутренних полостей, то здесь Corolla держится молодцом. Исключение могут составлять только автомобили, халтурно восстановленные после серьезных ДТП. И доля таких машин на рынке действительно достаточно большая. Это одна из причин, почему, в общем-то, очень ликвидный и популярный автомобиль не частый гость в РДМ-импорт. Поскольку мы не берем на продажу машины, побывавшие в серьезных авариях. Что касается состояния днища и порогов автомобилей, что касается стойкости к коррозии этих моментов, у Corolla, как и практически у всех Toyota, у RAV4, у Lexus, RX, очень странная конструкция поддомкратников. Они довольно часто страдают при въездах-съездах с поребриков. Также могут эти поддомкратники мять на шин-монтаже при помощи подкатных домкратов. То есть какой-то налет ржавчины после этого, конечно, в этих местах появляется. Но найти Corolla 150, где в порогах будут откровенные дыры, пока еще достаточно сложно. Так что основной момент, который вы должны проконтролировать при осмотре кузова Corolla, это, по сути дела, его геометрия. Забегая вперед, скажем, что найти Corolla полностью в родной краске на данный момент уже очень и очень сложно. И стоимость таких экземпляров, конечно, будет заоблачная. Поэтому косметический подкрас – это достаточно нормальное явление. Относитесь к этому с пониманием. Единственное, обращайте внимание, чтобы геометрия автомобиля была ровная и вся безопасность оставалась на месте. Переходим к осмотру подкапотного пространства. Что касается гаммы силовых агрегатов, на Corolla в разное время устанавливались моторы объемом 1,6 литра. Как в нашем случае, 1,4 литра мощностью 97 лошадиных сил до рестайлинга. После рестайлинга объем двигателя 1,3 литра, мощность 101 лошадиная сила. Данные моторы малого объема агрегатировались с механической коробкой передач, пятиступенчатой. И мы о ней говорить не будем, поскольку, во-первых, данные автомобили, как правило, имеют очень бедную комплектацию. Во-вторых, данные двигатели даже с механической КПП достаточно флегматичны. То есть автомобиль, не сказать, что особо динамичный и не сказать, что более слабый двигатель в кузове того же веса как-то сильно способствует экономии топлива. Поэтому оставим малообъемные двигатели для, скажем так, любителей, ценителей и перейдем к обсуждению агрегата объемом 1,6 литра. Данный двигатель носит маркировку 1ZR-FE. Это младший представитель семейства двигателей ZR, куда входили 2ZR-FE объемом 1,8 литра, 3ZR-FE объемом 2 литра, который ставился на RAV4 впоследствии. И также была еще пара вариантов, но они предназначались для Toyota, для китайского рынка, и мы их упоминать также не будем. Что собой представляет данный мотор? Мотор это 4-цилиндровый рядный двигатель, блок цилиндров здесь алюминиевый. В данном двигателе применена система Dual VVTi, то есть муфты-фазовращатели установлены на обоих валах, и на впускном, и на выпускном, их здесь две. Также двигатель имеет гидрокомпенсаторы, то есть регулировать зазоры клапанов на данных моторах вам не придется. Мотор цепной, привод ГРМ реализован цепью, причем, в отличие от большинства современных автомобилей, в данном случае цепь эта достаточно ресурсная, спокойно выхаживает пробег выше 200 тысяч километров. Единственное, что может сдаться раньше, это натяжитель цепи, который заявит о себе характерным треском на средних оборотах и также при запуске. Натяжитель можно поменять, цепь еще походит, но лучше, конечно, делать все в комплексе. Что касается каких-либо проблем данного мотора, характерных их очень немного, данный агрегат, который в 2007 году заменил, но не совсем удачный по меркам Toyota, конечно, двигатель серии ZZ, в основном каких-то родовых болячек не имеет. То есть самое основное, что здесь у нас может быть, это расход масла. Опять же, связан был в основном с тем, что изначально вязкость масла в этот двигатель была 0,20, но если вы заливаете 30-е, либо уже 40-е, сообразно пробегу масла, то подъедать его он особо не должен. То есть уровень, по крайней мере, на замену порядка 5-6 тысяч километров у вас должен держаться. Если мотор расходует масло больше, то, соответственно, надо уже вскрывать двигатель и смотреть. Возможно, пора поменять маслосъемные кольца, ну, либо как минимум хотя бы колпачки. Также на короллах ранних серий можно отметить достаточно слабую помпу, которая могла потечь где-то к 70 тысячам километров. Но надо понимать, что пробеги 150-х королл в большинстве своем уже перевалили далеко за 100, а то и за 150 тысяч, несмотря на то, что на дроме полно автомобилей с пробегами 80, 90 и так далее. Поэтому, скорее всего, у вас уже будет стоять мененная помпа. Ну, кроме того, узел этот достаточно недорог. Поменяли и забыли про него. То же самое относится к приводному ремню вспомогательных агрегатов, который может начать свистеть, и его натяжным роликом периодически доставляют проблемы, но не повально. Что касается течи масла по данным движкам, здесь бегут в основном передние сальники распредвалов. Соответственно, мы обнаружим течь на лобовине двигателя из-под лобовины. Ну, также иногда бывает подтекает прокладка клапанных крышек. Но какого-то повального характера в данном случае течи не носят. Мотор действительно надежный, хороший. Единственное, что требует он 95-го бензина и частой смены масла. 7 тысяч, а лучше где-то в районе 5-6. Тогда ресурс этого мотора вас очень и очень порадует. Теперь, что касается коробок передач. Механика на короле встречается в 5-ступенчатых, либо 6-ступенчатых вариантах. 6-ступка идет на моторе 1,6, 5-ступка на малообъемных двигателях. Вопросов по механическим коробкам особо нету. Периодически встречается шум подшипников, но это легко диагностируется при езде. При поездке вы будете отчетливо слышать трансмиссионный гул в салоне. Теперь, что касается коробок передач, где педали сцепления не будет. Вариантов, что вы можете встретить на этой машине, у вас будет два. Если вы смотрите автомобиль рестайлинговый, а именно такую машину, по моему субъективному мнению, и нужно рассматривать к покупке, то там у вас будет 4-ступенчатый гидромеханический автомат, который совершенно не доставляет проблем. Единственное, что вам придется делать, это раз в 60 тысяч для профилактики менять в нем масло и фильтр. С гидромеханическим автоматом все понятно. А теперь о наболевшем. На дорестайлинговые короллы альтернативной механике мог устанавливаться только робот, имеющий маркировку C50A. Что можно сказать про данную трансмиссию? Даже сама Toyota, завод-изготовитель, признал, что данная коробка вышла, мягко говоря, не очень удачной. По сути дела, это коробка механическая, где педалью сцепления, переключением передач за вас ведает мехатроник. Соответственно, вы имеете все прелести механической коробки по части износа выжимных подшипников, диска сцепления, корзины, плюс сам исполнительный механизм. На практике сновья эти роботы выхаживали порядка 50 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Впоследствии компания Toyota выпускала обновленные прошивки, которые оптимизировали алгоритм переключения, снижая износ диска сцепления и так далее. Но надо помнить о том, что езда на роботе это не езда на автомате. Соответственно, вы можете продлить ресурс коробки передач роботизированной, если будете выключать ее в нейтраль при длительных остановках. То есть, стоять на режиме E, движение вперед на светофоре с нажатой педалью тормоза, все равно, что на механической трансмиссии стоять на светофоре либо в пробке с постоянно выжатой педалью сцепления. То есть, выжимной подшипник у вас износится очень-очень быстро. Теоретически, если вы полностью обновили роботизированную трансмиссию, то есть, поставили новый мехатроник, новую корзину сцепления выжимной, все компоненты поставили новые на нормальной прошивке, эта коробка выходит у вас до следующего ремонта порядка 100 тысяч километров. Но, опять же, есть очень-очень много нюансов. Поэтому, если вы будете смотреть Corolla 2007-2008 года выпуска, вы зачастую можете увидеть машины переоборудованные, где роботизированная коробка была поменена на контрактную автоматическую. В принципе, такие машины можно брать. Если этот свап был произведен компетентными людьми, то такая переделка в последующем не доставит вам особых проблем. Но, в любом случае, перед покупкой автомобиля с роботизированным агрегатом прокатитесь на нем сами, не доверяйте субъективным оценкам друзей и родственников, знакомых, и посмотрите, насколько вас, в принципе, устраивает работа этой роботизированной коробки. Она достаточно своеобразная. Но единственным преимуществом робота в данном случае является более низкий по сравнению с автоматической коробкой расход топлива. Порядка 8 литров на 100 километров по городу. Осматривая свою будущую корову на подъемнике, конечно, обратите внимание на то, чтобы двигатель был сухой не только сверху, но и при взгляде снизу. Соответственно, обратите внимание на наличие подтеков по лобовине двигателя. Обратите внимание, чтобы прокладка головки блока цилиндров не сопливилась, чтобы там тоже все было сухо. Также проконтролируйте состояние заднего сальника коленвала коренного, нет ли там подтеков на стыке коробки передач и двигателя. Что касается остальных моментов, снизу рейка рулевая на короле не вызывает каких-либо нареканий. Ходит долго, если застучало-потекла, 10-15 тысяч рублей на ремонт и поехали дальше. То есть каких-то особых головных болей рулевая рейка здесь вам не доставит. Также то же самое можно сказать в принципе о ресурсе всей подвески 150-й королы. Что касается передней части, то здесь у нас одним из традиционно слабых элементов подвески являются стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Их ресурс порядка 30-50 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации и от того, какого производителя запасные части на машину были установлены. Шаровые опоры ходят порядка 100 тысяч километров до замены. То же самое относится и к ступичным подшипникам, хотя зачастую они этот пробег могут и переездить, причем на достаточно хорошую величину. Относительно слабыми являются опорные подшипники стоек. 70-80 тысяч километров до появления первых стуков, поскрипываний и так далее. То есть меняете и катаетесь дальше. Сами амортизаторы, что спереди, что сзади, замены потребуют, если они были еще у вас оригинальные на машине, не ранее, чем 100 тысяч километров пробега. Опять же, на корову запасные части стоят очень даже недорого. Ну, в общем, по подвеске 150-ка это весьма и весьма крепкий, надежный автомобиль. Также на автомобилях с большими пробегами не очень часто, но попадается подтекание сальников приводов. Обратите внимание, чтобы и в этих моментах все было сухо. Что касается задней подвески 150-й короллы, то здесь одно единственное слово – балка. Выходить из строя здесь просто нечему. Амортизаторы, как уже было сказано, живут порядка 100 тысяч километров. Саленблоки самой балки вряд ли у вас сдадутся к пробегу менее 200 тысяч. Поэтому задняя подвеска от вас не потребует внимания от слова совсем. А тормоза на короллах вкруг дисковые – это очень даже плюс для ее динамики и ее веса вполне себе достаточное. Проблем с тормозными дисками, суппортами на этих машинах практически не встречается. Ну вот в целом и все, ну или большинство моментов, на которые стоит обращать внимание при осмотре короллы. В общем, королла в 150-м кузове – машина действительно простая, очень надежная. При выборе обращайте внимание, чтобы была, как говорится, целая по костям с поправкой на возраст. Смотрите рестайлинговый автомобиль от 2010 года выпуска. На автомате с мотором 1.6, либо уже, возможно, перекинутый на автомат с робота – тоже неплохой вариант. И может сэкономить вам некоторую сумму денег изначально при покупке. И обязательно перед покупкой не поленитесь проверить пробег автомобиля. Благо, баз данных, позволяющих это сделать, в настоящее время великое множество. Помните, что иной раз выгоднее для кошелька приобрести автомобиль с большим пробегом, где все необходимые замены, в том числе и по ходовой части, уже были произведены предыдущим владельцам, чем купить машину с пробегом на 80 тысяч километров меньше и заниматься всем этим самому. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике. Всего вам доброго, пока!